Друзья, здравствуйте. Мы начинаем очередной вебинар ПриАН, посвященный актуальнейшим вопросам зарубежной недвижимости. Меня зовут Филипп Березин, я главный редактор ПриАНа, и я с удовольствием представляю мою собеседницу, которую многие из вас наверняка знают. Это Екатерина Орлова, директор департамента международной инвестиции компании Intermark Real Estate. Екатерина, здравствуйте. Филипп, здравствуйте. Рада всех видеть, слышать, кто с нами сегодня. Ну, тема нашего сегодняшнего вебинара, она несколько неожиданная. Ну, то есть, что значит неожиданная? Мы не первый раз говорим, не будем говорить о небольшом государстве, на которое 4, 5, 7, 10 лет назад, может быть, мы не особо бы обращали внимания. Но мир меняется, все меняется, и мне очень приятно, что, Екатерина, именно с вами мы это обсудим, потому что ваш взгляд, как человека, знающего в том числе и проникающего в инвестиционную суть вещей, мне кажется, сейчас очень-очень ценен. Говорить мы будем о государстве Аман. Государство Аман, Ближний Восток, новое относительно направление для русскоязычных покупателей, так уж точно. Итак, в течение ближайшего часа, что, как, а главное, зачем? Екатерина, давайте все равно традиционно, к нам еще зрители подключаются, несколько слов о вашей компании и о том месте, которое, на ваш взгляд, Аман в вашей деятельности сейчас занимает, в вашей экономической карте. Пожалуйста. Да, я пару слов покажу, наверное, на слайдах про нашу компанию. Мы, получается, в 93-м году были основаны в России, в этом году празднуем 30-летний юбилей, и половину этих лет мы провели под брендом Savills. Для тех, кто не знает, Savills — это, наверное, одна из самых крупных компаний в мире недвижимости, вообще в мире, в мировом сообществе, 700 офисов в 70 странах мира, и мы были тем офисом, который закрывал Россию и страны СНГ. И в прошлом году Savills ушла из России, как и многие другие западные бренды, что позволило нам открыть собственные офисы уже под брендом Intermark, Global мы теперь, по тоже всему миру. У нас сейчас 6 офисов — это Москва, Стамбул, Дубай, Лондон, Пхукет и Бали. И мы будем продолжать расширяться, думаю, что через, может быть, несколько десятков лет достигнем уровня Savills, по крайней мере, цель такая есть. Что касается зарубежной недвижимости, мы работаем и с инвестициями, и с иммиграцией, что редко очень встречается на рынке, как правило, агентства, они фокусируются на чем-то одном, а у нас крайне широкая продуктовая линейка, что позволяет нам очень качественно, экспертно сравнивать один инвестиционный продукт или один иммиграционный продукт с другим. В моем департаменте, как правило, все продукты, которые, все направления, где первая цель — это все-таки инвестиции, там, либо с сохранением капитала, либо с целью его прироста. И вот я работаю, соответственно, и мой департамент, у нас порядка 35 сейчас человек, с Европой, с Юго-Восточной Азией и с Ближним Востоком. Еще есть Бразилия, кстати, про которую тоже, например, мы делали, по-моему, вебинар совместный. В Амаре, да. И Аман — это то направление, которое мы первыми стали продвигать на российском рынке. Savils давно очень присутствует в регионе и имеет, наверное, самый широкий листинг. И мы в прошлом году, когда увидели, что Эмираты не полностью закрывают определенные потребности, например, в Эмиратах нужно сначала получить ВНЖ и потом открывать банковский счет, а в Амане можно получить ВНЖ тоже только после того, как объект построится. Но у нас есть определенная договоренность с местным банком, что счет можно открыть сразу же после того, как 10% оплатишь стоимости недвижимости. И поэтому Аман стал такой альтернативой для тех, кто, например, сразу хочет банковский счет получить. Также он становится альтернативой для тех, кто хочет диверсифицироваться, потому что Аман на самом деле, вы сказали, небольшое государство, но на самом-то деле площадь Амана 309 тысяч квадратных километров. То есть оно совсем не маленькое по площади, и там очень разная природа, которая в том числе формирует и рынок недвижимости. И он не такой, как бы, знаете, не второй Дубай, как могло бы показаться. Давайте, во-первых, мы в чате опубликуем контакты. И напоминаю, что чат работает, вы можете задавать свои вопросы. Вы знаете, сразу вы сказали такую фразу, хотел бы просто некое уточнение получить. Вы сказали, у вас есть договоренности с банками. То есть, ну, собственно, при всем уважении к вашим компаниям, есть государство, да, есть какие-то общие правила. Вот насчет отдельных договоренностей, это что и это как вообще работает? Все очень просто. Банк Маскат, государственный крупный банк, у него больше 50% доля рынка среди банковской сферы. Если вы придете в банк с улицы с определенным набором документов, да, то есть договором купли-продажи недвижимости и там документами по списку банка, то в обычном отделении вам не откроют счет, они будут настаивать, что нужно ВНЖ. У нас есть определенные договоренности с Private и Premier отделениями банка о том, что вот этих документов вышеобозначенных, их достаточно. И когда клиент приходит от нас, счет открывается. Означает ли это, что ВНЖ потом вообще оформлять необязательно или все равно все это делают, но просто как бы меняется порядок действий? Нужно оформить ВНЖ, если вы хотите мультивалютный счет. Счет открывают только в оманских реалах. Оманские реалы – это одна из, наверное, сильнейших валют в мире и, как все валюты стран Ближнего Востока, GCC, привязаны к доллару. Один оманский реал – это 2,6 доллара, и инфляция за последние 12 месяцев в оманском реале меньше 1%. При этом ставка по депозиту, которую дают в оманских реалах, она раза в 3 выше, чем ставка в долларах. Поэтому, в принципе, оманских реалов более чем достаточно. Точно так же к нему привязывается виза, мастер-карт, ей можно везде расплачиваться, но ВНЖ банк потребует для того, чтобы потом открыть счета в долларах, в евро, в фунтах и так далее. Окей. Ну, давайте тогда все равно несколько слов о стране как таковой, просто потому что название, потому что слышали и многие, но в деталях разбираются, уверен, единицы. Где что? Я тоже буду включать, наверное, параллельно презентацию, но не только, потому что презентация, насколько я знаю, у вас большая, и кому будет более интересна подробность, я думаю, просто вышлите ее отдельно всем желающим. Если вы не против, я как раз вытащу те слайды, которые нужны. Да, давайте, конечно. Открываем эту презентацию, вот она есть у нас. Собственно, во-первых, вот этот слайд прекрасно хотела показать. Аман, в принципе, это горная страна по большей части. Да, есть пустыни, но много гор, и они идут вдоль практически морского побережья, поэтому, например, Маскат, столица, она как бы вытягивается вдоль океана и, в отличие от Дубая, не застраивается в глубину, да, потому что Дубай пустыня, можно, в принципе, бесконечно расширяться внутрь. В Амане это в Маскате, как минимум, ну и в Салале на самом деле тоже невозможно. Если говорить про историческую какую-то справку, то, во-первых, Аман – это султанат, и там правит султан. Это наследуемая позиция. Последние 50 лет правил один султан, султан Кабус, он очень уважаемый, любимый в сообществе ООН. Аман, по факту, поднял с колен. В 70-х годах Эмираты откололись от Амана, да, разделились страны, и Аман, он стал на путь именно формирования внутренней своей инфраструктуры, образования, поднял здравоохранение, инфраструктуру транспортную. Сейчас в этом плане в Амане все прекрасно, и я бы здесь, наверное, подчеркнула отдельное образование, потому что оно по британской системе проходит, и очень легко из Аманских школ, даже не международных, поступить в британские вузы. Собственно, далее, что интересно заметить. Новый султан как раз, он берет курс на диверсификацию экономики, и у него есть такой документ прекрасный, Vision 2040, собственно, 20 лет с того момента, как он начал править, который говорит о том, что туризм, а туризм, один из основных драйверов роста в Амане, именно с точки зрения недвижимости, он должен вырасти, причем вырасти в несколько раз. Помимо этого, Аман должен стать более привыкательным для прямых инвестиций и снизить долю нефти и газа. И что еще тоже важно для нас, да, как для инвесторов с российским паспортом, это то, какие связи есть в Амане зарубежные. И если посмотреть на баланс импорта и экспорта, вот он, то вы увидите, что штаты в нем присутствуют в очень небольшой доле в экспорте, и количество, как бы, оборота со штатами, оно снижается. То есть, в основном, Аман – это страна, которая ориентирована на восток. Именно поэтому рычаги давления в том, что касается различных запретов или ограничений, связанных с российскими инвестициями, исходя из этих цифр, он менее вероятен, чем в других странах, где торговля, например, или, в принципе, другие связи со штатами, они сильнее. И Аман, в общем-то, очень так жив, но в своем темпе, конечно, не Дубай, а начинает развиваться в плане туризма. И в плане туризма, вот такой слайд прекрасный покажу, в Амане есть все. В Амане есть горы, есть водопады, есть прекрасный дайвинг. Помимо этого, рыболовный туризм очень развит. Я знаю просто абсолютно счастливых мужчин, которые выравнивают таких рыб метр плюс. И там, ну, как бы это очень-очень популярная история. Многие европейцы покупают там некую такую дачу, приезжают туда и зимой, и летом, и в том числе с целями рыбалки. И есть Салала, это прекрасный вообще оазис, такого нет в мире. Там круглый год примерно одинаковая температура, нет никаких 50 градусов, которые, в принципе, на Ближнем Востоке, они распространены везде. И поэтому там летом, когда везде жарко, там 30 градусов, дожди, все зеленое, и туда съезжается весь Ближний Восток. Я хочу все-таки, в какой степени это пляжная страна, и отдых он пляжный. То есть, условно говоря, луров там нет, соответственно, в основном все это природные достопримечательности, и, соответственно, природный отдых. Это, знаете, Салала 100% курортный отдых, и там он, кстати говоря, круглогодичный, как раз за счет того, что я говорила, да, я там, у меня есть отдельный слайд по Салале, я его покажу сейчас. А второй город, это Маскат, это столица. Так, давайте я сейчас сначала, давайте я сама, я сама, да, найдусь. Давайте открывать им тут лучше. Вот это Салала, Салала, вот это реальная фотография Салалы. То есть, там мальдивская бирюзовая вода, белый песок, и вот таким образом выглядит климатический чарт воды, температуры и воздуха. Как видите, круглый год очень комфортная температура, и, кстати говоря, Турция, которая зимой уже непригодна для отдыха, а Салала, которая буквально на час лета дальше, очень даже комфортна. Именно поэтому здесь создается вот этот вот круглогодичный сезон. Летом регионалы, где везде жарко, в Салале прекрасно, а зимой европейцы, у которых холодно, а в Салале прекрасно. Второй город и основной город – это Маскат, и там сочетание туризма и сочетание культурных достопримечательностей. Там есть мечеть, да, одна из самых крупных. И, кстати говоря, в Амане нельзя строить выше, чем в минорете этой мечети, поэтому там нет небоскребов, как, например, в Дубае, в Абу-Даби, либо в Бахрейне. Там в основном низкоэтажное строительство, да, да. Вот, там есть опера, и туда, кстати говоря, наши русские приезжали смотреть нетрепко, потому что было дешевле купить пакетный тур в Маскат с билетом на нетрепко, чем попасть на нее в Москве. Вот, поэтому культурная составляющая тоже присутствует. И что мы видим по статистике, благо Госдепартамент Амана публикует вообще абсолютно всю статистику по всем вообще индустриям и так далее, мы видим стремительный рост последние пару лет, количество высококвалифицированных экспатов, которые страна привлекает. То есть она двигается чем-то похожей на Эмираты, но в более сдержанном темпе. Я бы, наверное, сказала так. Несколько уточняющих вопросов. Насколько это светское государство и насколько религия там проникает в жизнь общества? Ну, во-первых, Аман – это мусульманская страна, это нужно понимать, но там преобладающие вероисповедания – это ибадиты, это такая ветвь ислама, которая более, наверное, умеренная в своих взглядах, выражениях, и именно поэтому европейцы себя чувствуют очень комфортно. Я, там наши брокеры были в Амане, ходили в нормальной обычной европейской одежде, чувствовали себя совершенно прекрасно. А я не видела особых ограничений, даже в Рамадан там, ну, как бы, предлагают еду днем, что как бы для мусульманского государства это редкое явление, скажем так. Вот, то есть комфортно. Окей, следующий вопрос – транспорт. Как происходит перемещение по стране и вообще, насколько это актуально для тех, кто туда приезжает? Это что, это там какие-то общественные транспорты или сплошные такси, или, в общем, там железные дороги и так далее? Ой, вы знаете, это все как у всех. Во-первых, в Амане прекрасный аэропорт, там Аман-Эйр – это местная авиалиния, международный аэропорт Маскат, у меня тоже есть, кстати, слайд, сейчас я его покажу. Он привлекает большое количество туристов, и вот эта статистика на 67% больше прилетела в первом полугодии этого года, чем в прошлом году. А в прошлом году уже все было открыто, да, все ограничения были сняты, поэтому это такие впечатляющие на самом деле цифры, показывающие рост не только туризма, но и там переездов в Аман и так далее. И получается там очень красивый аэропорт, можно сравнить с основным, наверное, дубайским по качеству. Вот, помимо этого, там прекрасные дороги, такси есть, есть обычное государственное, достаточно дорогое, там водители только Аманцы, и есть типа Убера. Вот, потом есть обычное, там взял машину в аренду, поехал, есть там трансферы. Общественного транспорта, вы знаете, не задавалось этим вопросом, наверное, он какой-то есть, но такой местный. Часто бывает, страны Ближнего Востока, это не самая актуальная. Да, это не самая актуальная история. Хорошо, ну, еще буквально пару слов таких уточняющих, ну, там уровень жизни условный, там через запятую, там Макдональдсы, там всякое такое вот, уровень похожести и такое понимание, что да, вот мы знаем, что это такое, мы знаем эти марки, мы знаем вот эту светскую жизнь, мы ее понимаем. Насколько это право? А давайте так, в Амане есть, во-первых, все. Там есть даже, недавно открылся торговый центр с различными брендами и так далее. А Макдональдсы, естественно, есть, все это есть в нормальных количествах, нормальная, развитая страна. Там есть особенности социальной жизни, какие они, да. Для молодежи Аман, это, наверное, не самая подходящая локация именно для переезда. Очень часто Аман выбирают либо 50+, когда просто хочется чилить, рыбачить, кататься на яхте и так далее, да. Либо семьи с детьми, потому что образование в Амане прекрасное. И, да, те, кто уже прошел вот этот этап активной светской жизни и тусовок, потому что в Амане, как правило, вся светская жизнь, она в таких закрытых социальных... Ну вот тебя пригласили, там, названный обед с кейтерингом у себя на биле или у себя на яхте. В этом заключается социальная жизнь в Амане. То есть там нет шуманых баров и ресторанов, типа там Зумы, Чеприани и так далее. В общем, оторваться получится только вот если тебя ввели в этот социальный круг, и ты там общаешься. То есть немножко другой формат просто. И еще тогда вы сказали про то, что экспаты туда едут. Имеется в виду, что туда едут люди на работу или туда едут, ну, просто удаленщики, потому что там можно пожить? Я бы сказала, что либо на работу, либо уже те, кто, ну, ушли на покой, скажем так. То есть перестали активно работать и просто там на пенсии, либо не на пенсии, но как-то вот у них сформировался пассивный доход независимый. Вот таких клиентов много. И, кстати, такие клиенты потихоньку из России тоже начинают появляться, потому что раньше это были в основном европейцы. На работу это имеется в виду куда, в какие сферы? Работа это, ну, нефтегазовый сектор, как привлеченные специалисты, естественно. Это логистика, потому что логистика очень активно развивается. Там было недавно подписано соглашение о железнодорожных путях с Эмиратами. И чтобы, ну, Оман это самая восточная страна, получается, ближе всего к Китаю. Основной потребитель нефтегаза это Китай. И поэтому удобно сначала поездом до Омана, и потом дальше на кораблях оттуда. А поэтому это логистика и, наверное, сфера образования, либо какого-то консалтинга вот в такой сфере. Окей. Ну, давайте теперь перейдем, собственно, вот к инвестиционной составляющей. Вы зашли в Оман, понимая, что, наверное, он может быть интересен в том числе инвесторам. Что вы увидели, и почему вы, как я понимаю, все-таки укрепились в этом мнении? Давайте... Если нужно будет включить слайд, вы мне просто говорите, потому что действительно презентация большая. Там объекты я видел, а кроме объектов там еще, как я понимаю, много чего интересного. Да, давайте я буду разделять Маскат и Салалу. Давайте, наверное, легче начать с Салалу, потому что там один буквально проект, и легче на его примере показать, что я имею в виду. Салал — это курортный город, и, соответственно, проекты, которые там находятся, — это курорт. Во-первых, в Омане огромные проекты. Они не строят отдельные дома, они строят сразу, рисуют огромную концепцию на многие гектары и гектары земли, и потихоньку ее застраивают. Вот этот проект, он устроится уже 10 лет, там уже реализован первый в Омане Аквапарк, это циферка 2 на слайде, множество отелей, в том числе с международным брендом, вот Ротана, например, звездочный отель здесь находится. Реализована уже Марина, в которой швартуются яхты, и вот в эту сторону, в правую, он как бы потихоньку застраивается. Следующая концепция, она здесь премиальная в рамках этого проекта. Вот так, кстати, выглядит Марина, да, и выглядит вот таким образом. То есть это таунхаусы и виллы вот в таком формате оформлены, и их можно сдавать в краткосрочную аренду. Но салалия рынок, он именно только краткосрочная аренда, в долгосрок там вряд ли получится что-то сдать, потому что в основном приезжают, вот именно там, бронируют на букинге, на Airbnb, и как бы вот таким образом можно это сдавать под управлением управляющей компании. Сдача здесь через три года, первый взнос 10%, далее ежеквартальными платежами вот на протяжении всех трех лет. Здесь есть вся абсолютная инфраструктура, это первая линия пляжа, там и пляжный клуб и так далее, и так далее. То есть есть вот такой концепт инвестиции, и за счет того, что это сдача в краткосрок, реальная доходность достигает там 8, 9 и дальше там, как будет развиваться туризм, больше процентов годовых. Но правильно ли я, прощите, понимаю, что вот это жилье уже, соответственно, не для себя, то есть сам ты там жить так не будешь? Ну, так курортная история? Нет, ну как, вы, там нет никаких ограничений по собственному проживанию, вы можете приехать и там жить, только там инфраструктура вся создана все-таки для курортного отдыха. Там есть бары, там есть рестораны, там есть прекрасный променад 7 километров, есть тот же самый аквапарк для детей, но как бы как долго вы можете жить на Мальдивах? Ну, тоже такой вопрос, да? Я не знаю, не пробовал, думаю, что не очень. Вот, вот, примерно так, да? Но все-таки мы привыкли, что есть какой-то там социальный круг, какие-то развлечения помимо того, чтобы поплавать и поесть. Друзья, я напоминаю, что вы можете задавать вопросы. Я понимаю, что рассказ Екатерины довольно полный, но вдруг интересуют какие-то нюансы, детали. Пожалуйста, спрашивайте, ответим без всяких проблем. Да, и, соответственно, есть второй тип инвестиций, это маскат. Маскат сейчас... ...такими... И именно в таких концепциях, в принципе, может приобретать иностранец, потому что, как в Дубае, есть места, где иностранец может купить его фрихолд, так же, как и в Амане. Там эти комплексы называются интегрированный туристический комплекс, имеют определенную лицензию, и иностранцы могут купить только там. Что это дает иностранцу-инвестору? Во-первых, уверенность, что там есть, как правило, государственное участие, там практически все застройщики, они партнерятся с местными государственными компаниями, и что все там разрешения и так далее, все, что нужно, они получили через государство, подав на эту лицензию ITC. И в Маскате, соответственно, это будет концепт сдачи, как правило, либо в долгосрок кому-то как второй дом, либо жителям региона, либо вообще самим амансам, либо европейцам. И здесь важно ориентироваться на то, где такой второй дом будет пользоваться спросом. Либо это тоже может быть сдача в краткосрочную аренду, как в Салале, если это какая-то более туристическая локация. Покажу несколько примеров. Первый пример – это у нас… Сейчас, секундочку. Да, по стартовой цене, вот он здесь. Это прям огромный город, концепт города рядом с Маскатом. Здесь стартовая цена самая невысокая – это 140 тысяч долларов всего за апартамент, 52 квадратных метра. Вот, и мы эксклюзивно в России делаем старт продаж резиденции под брендом Ники Бич. 4 октября мы проводим бизнес-завтрак, где будем этот проект представлять и запускать, собственно, старт продаж. Вот таким образом выглядит мастер-концепция проекта. То есть, как видите, он большой, и по локации он находится прям вот идеально. Сейчас давайте, наверное, на следующем слайде покажу. Это такая рублевка Маската. То есть вот в эту сторону, да, на восток, получается, по побережью идут такие красивые бухточки, очень живописные, и в каждой бухточке какой-нибудь элитный проект. Там рядом Шангрела, который уже лет 15, наверное. Там рядом другой проект с… вот, например, вот этот, да. Здесь стартовая цена чуть повыше, он уже построен, готов, уже генерит доход. А здесь это комплекс, там, отель Джумейра Резорт, сейчас самый дорогой в Маскате. 600 долларов за ночь стартовая ставка. И вот там еще есть апартаменты, которые можно сдавать как вот второй дом кому-то. Все это про уточнение. Вот здесь на слайде у вас вижу, до этого было там проект, где 8-10% годовых, здесь всего 4. Это как? Что, почему? Потому что это как раз сдача в долгосрочную аренду. Там это был краткосрок, здесь это долгосрок. Часто получается 4. Ну, там иногда может быть чуть-чуть побольше. Сдача в долгосрок, это тоже все-таки просто есть та же структура, есть управляющая компания в конкретном проекте, которая всю историю охотно возьмет у тебя. И 4, это то, что вы уже получите после того, как она получит свой интерес. Да, совершенно верно. Есть в этом проекте, например, уже сданные квартиры, уже с арендаторами, которые уже генерят доход, и при этом вы можете получить рассрочку на 1 год, на 12 месяцев, несмотря на то, что это готовый апартамент. Вот таким образом выглядит концепция. То есть, как видите, везде, да, это не просто там отдельно стоящее здание, а здесь это отель номер 1 Джумейра уже построенный, вот здесь будет второй, там чуть ли не 6-звездочный отель, доступ, соответственно, ко всем вот этим пляжным, к пляжному клубу отеля по специальной цене. И вот здесь дополнительный, во-первых, уже построен торговый центр, здесь есть вертолетная площадка только у этого проекта, и здесь вот такой, где зеленая зона, да, там детская площадка, там отдельный бассейн только для апартаментов, спортивные корты, ну, в общем, вся инфраструктура всегда есть. Вопросы как-то тоже ее уровня. И что можно в Маскате, например, сдавать в краткосрочную аренду, есть прекрасный проект Mandarin Oriental, он подороже, он начинается от почти полумиллиона долларов, но те, кто знакомы, в принципе, с Mandarin Oriental по всему миру, понимают, что полмиллиона за квартиру 82 квадратных метра под брендом Mandarin Oriental, это, ну, наверное, раза в два ниже, чем стартовый чек в Европе за тот же самый бренд. Поэтому это прекрасная возможность мало того, что сдавать в краткосрочную аренду, и проект, он будет сдан вот-вот, в декабре 23-го, так еще и заработать очень хорошо на капитализации. И, в принципе, я бы, наверное, резюмировала, что в Оман это точно про капитализацию и про рост цены объектов со временем, потому что Оман... Уже построенного, не по ходу строительства, а в дальнейшем. Да, да, то есть и того, который строится, там, естественно, есть определенный прирост за время строительства, и тех, которые уже построены и, как бы, продолжают прирастать со временем. Это, ну, Оман в этом плане очень планомерно развивается, и в Дубае, например, нефтегазы, они быстро закончились, да, в соседей Мабудаби там запасы, а в Дубае нет. И поэтому в Дубае рост был форсированный, то есть там сразу там втопили тапку газа в полу с точки зрения маркетинга, и там понеслось самое высокое это, самое большое то и так далее. У Омана такой потребности нет, поэтому рост, он более такой консервативный. Но, например, давайте вот Занзибар, да? Занзибар, про каждую локацию, про нее никто из русских особо не знал, и вот туда в основном итальянцы заезжали, и вот наши туроператоры в какой-то момент, по-моему, 2017-2018 это был год, решили, что для себя открыли Занзибар и запустили туда чартованные рейсы. Мне кажется, все за это время успели слетать на Занзибар. Прекрасная локация. Мне кажется, я уверена, точнее, что рано или поздно наши туроператоры здесь в России точно так же откроют для себя Салалу, например, или откроют для себя Маскат, запустят туда пакетные предложения, и мы увидим существенный рост. И точно так же будут делать и европейские туроператоры, да? Это вопрос просто времени. А сейчас, ну, в Омане можно купить недвижимость за, ну, бизнес или премиального уровня за, там, 3000 долларов за квадратный метр. Это очень круто. Я правильно понимаю, что там все объекты, они сдаются с полной отделкой и даже уже с мебелью, даже если это объект под долгосрочную сдачу? Без мебели, как правило. И здесь есть два варианта. Либо девелопер в качестве специального предложения дает вам определенную сумму, которую можно потратить на мебель. Тоже это делается все без приезда и так далее. Просто управляющая компания поручается все это оформить. Либо нужную мебель будет докупить. Да. Ну, от Никиты даже не вопрос, а просто то, про что не обязательно надо рассказать. Про налоги и про стоимость управления. Ну, стоимость управления вы сказали? Нет, не говорила. Обычно ставка за управление в краткосрочную аренду порядка 20% от общего дохода, который сгенерировала недвижимость. То, что касается долгосрочной аренды, то здесь ставка существенно ниже, она порядка 5%, как правило. Именно от дохода? Именно от дохода полученного, да. От реально полученного дохода. Насколько содержание недвижимости, в зависимости от проекта, там хлопотно, особенно вы сказали большие территории. Если большие территории, значит, ну, определенный расход и на содержание этих общих территорий, он тоже идет. Да, безусловно, идет. Ну, давайте сейчас я пока открываю расчет. Могу сказать, во-первых, про электричество, что цена на электричество в Омане одна из самых низких в мире, ниже, по-моему, в 2 или в 3 раза, чем в России, и ниже, чем даже в Эмиратах, где достаточно, на самом деле, дешевое электричество. Вот. Так, сейчас, минуточку, ищу какой-нибудь расчет по Оману, чтобы сказать вам, сколько... А, вы не в презентации ищите, вы у себя ищите? Да, да, я еще... А, я-то подумал, что надо в презентации где-то еще... Нет, мы, по-моему, в презентацию просто не переносили, у меня есть расчеты в Excel-ках. Ну, вот, допустим, в апартаменте в Салале, нет, это не Салала, да, это Салала, 4 оманских реала за квадратный метр, таким образом, получается в год 1400 долларов за апартамент, точнее, это не апартамент, а уже вилла, 135 квадратных метров. Вот, 1400 долларов – это плата за содержание, там, общих зон и так далее. Это вот просто, чтобы быть не голословной, а конкретные цифры вам назвать. Ну, и, естественно, мы предоставляем финансовую модель по каждому проекту, где конкретные цифры конкретного проекта. Налоги, налоги при покупке и вообще дополнительные расходы при покупке, каковы они и каковы в дальнейшем расходы на содержание, имеется в виду уже там с прибыли и так далее, как это вам они происходят? Вот слайд на эту тему. Во-первых, здесь НДС, когда вы покупаете от застройщика, всегда выплачивается НДС, и он идет с каждым платежом. То есть там заплатили 10% от цены, а сверху 5% на эту сумму только. И есть расходы за регистрацию объекта. Если в Дубае они, например, 4, то здесь это 3%. И если в Дубае вы их платите сразу вместе с первым платежом, то здесь они уплачиваются, когда уже полностью рассрочка выплачена, и объект готов к вводу в эксплуатацию. Но налогов никаких, как, в принципе, практически везде в странах Ближнего Востока, GCC, их нет. Ноль налог на доход, на продажу, на прирост капитала, на наследство. На все это налог ноль. Очень удобно. Это да. Легко запомнить. Скажите, пожалуйста, насколько вообще есть такое понятие, учитывая, что рынок, по крайней мере, для нас относительно молод, такое понятие, как вторичный рынок и вообще не новая недвижимость. И вот все-таки еще раз там просто сбой был по поводу того, где в Амане могут покупать иностранцы, где не могут. Давайте еще раз после этого повторим. Да, давайте, наверное, вот с пункта второго. Иностранцы могут покупать только в интегрированных туристических комплексах. Везде. То есть что в Маскате, что в Салале. Да. Вне зависимости от того. Да, но всего сейчас проектов, которые имеют этот статус, их, раз, два, три, четыре, пять, короче, порядка шести или семи. У нас они все... И даже в начале года было еще меньше. В начале года было три. Четыре, по-моему, по-моему, говорили. Три или четыре, да, да, что-то такое. Вот, то есть проектов, которые имеют этот статус, очень мало. Мы, поскольку давно с этим рынком работаем, всегда за ними следим. К нам время от времени даже приходят какие-то девелоперы, которые что-то хотят запускать. Мы не всех в свой инстинк добавляем, да, по этим причинам. Не у всех проекты хорошие на самом-то деле. Но у нас есть доступ к абсолютно всем проектам, которые вот имеют этот статус, и где вы можете купить недвижимость как иностранец. Продать ее на вторичном рынке достаточно легко, как местным, то есть под местным рынком, я имею в виду региональный, так и европейцам и другим иностранцам. Очень хороший, наверное, признак – это, во-первых, темпы продажи на первичном рынке. Всегда есть клиенты, которые хотят какой-то определенный юнит, а он уже ушел, и достаточно большие по площади концепции, они распродаются за несколько месяцев. Например, проект, который с гольфполем Трампа был, вот он такая первая очередь распродалась за несколько месяцев. Поэтому рынок есть, спрос есть. Продать можно либо с помощью нас, либо есть компании, как правило, у каждого девелопера есть еще такое агентство недвижимости, которое помогает с перепродажей. Часто в договоре прям прописано, что они берут определенную комиссию, как правило, это 3-4% за то, чтобы перепродать ваш же юнит по своей базе. Вы спросили, я просто еще тогда учтение хочу. Вы сказали, что с одной стороны вот этих проектов интегрированных, пистических, в общем, и не так уж и много в абсолютных числах, да, то есть я так правильно понимаю, что один проект – это один застройщик. Да. И при этом вы сказали, что какое-то количество застройщиков еще непосредственно к вам приходит, желая, чтобы вы их продавали. Но я так понимаю, что иностранцы такие варианты в некоторых случаях вообще приобрести не могут. Я просто не очень понял вот этот момент. Ну вот, смотрите, например, буквально на прошлой неделе, я не могу сказать, что это много застройщиков к нам приходит. Вот один застройщик пришел, я так понимаю, что они подаются на вот эту лицензию ITC, но у них проект, у черта на куличках, извиняюсь. У черта на куличках относительно моря, относительно чего? Относительно Маската. То есть от Маската нужно… там есть другой проект, который делает очень хороший девелопер, но мы его не рекомендуем как первый проект для инвестиций в Маскате, просто потому что там вот эта вот рублевка условная заканчивается, и дальше нужно еще ехать через горы, там ходят какие-то барашки, и ты приезжаешь к следующему проекту еще минут через 30. А этот проект, который нам предложили, он еще дальше, то есть от него еще минут 30 ехать, вот таким же, ну или там 40, таким же горам и барашкам. Но дороги-то хорошие? Да, дороги хорошие, дороги очень хорошие, и там можно купить его дешевле, но просто зачем, когда есть относительно недорогие проекты в существенно лучшей локации? Окей. Вопрос, уточняющий этот Никит, регистрация 3%, вы говорили, да, там, от стоимости в договоре? От стоимости в договоре, от стоимости в договоре, конечно. Все фиксируется в договоре, и есть возможность, ну, Оман, я бы, это не спекулятивный рынок, я ни в коем случае не рекомендую спекулятивную стратегию в Омане, но чисто технически есть возможность выйти раньше, и это указано в договоре, что можно делать переуступку, просто нужно будет девелоперу заплатить там определенный процент за это, небольшой совсем, не такой же, как если бы сам девелопер продавал, но это все в контракте указывается, и абсолютно прозрачно и открыто на момент входа. Окей. Ну, время самое еще раз показать контакты Екатерины, чтобы можно было обратиться при желании уже по завершении вебинара. Да, ну, и вот от Ольги вопрос, я немножко бы его тоже расширил, он у меня возник. Вы показали примеры за 150, показали за 450. Вообще вот вся вот эта вилка, она настолько велика, и что такое вот очень дорого по-омански? Очень дорого по-омански, прекрасный вопрос. Ну, давайте я вернусь к слайду, где за 140. 140 сейчас – это базовая цена входа в Маскате. Это как раз односпальная квартира, это даже, по-моему, даже студия, если я не ошибаюсь, 52 квадрата. Вот 140 тысяч, меньше вариантов нет. Дальше, в общем-то, я хочу сказать до бесконечности, но, наверное, не совсем до бесконечности. Элитно, ну, давайте покажу вот такую виллу. Это первый проект, который имел статус ITC в Омане. Там же располагается, там тоже огромный проект, вытянутый по берегу. Вот так он выглядит. Здесь гольф-поле, здесь Сент-Рейджис сейчас достраивается, там уже открыт Кемпинский, который вошел в топ-10 лучших отелей Ближнего Востока. И вот здесь есть то, что называется элитно. Есть вот такие виллы. Но такие виллы есть не только здесь, они есть практически во всех проектах в Маскате, просто потому что виллы, особенно большие, пяти- и шести-спальные, пользуются большим спросом именно в регионе, потому что большие семьи, им нужно там где-то разместиться, поэтому спрос на такой сегмент, он есть. Ну, смотрите, вы показали, просто мы когда с вами там говорили, например, о Дубае, говорили о Таиланде с вами, вы называли цифры, там еще один нолик можно было приписывать для таких сверхдорогих проектов. Понятно, наверняка и в Амане такие есть, там 15-20 миллионов. Вопрос в чем? Вот все равно вот эти объекты, вот эти виллы, которые дорогие, они же все равно находятся на некой внутренней территории, то есть ты живешь рядом с людьми, которые, условно говоря, купили недвижимость попроще. Так получается? Не совсем, давайте вернемся к этому презентации, здесь очень классно показано, да, вот эта вот вся часть. А какая-то просто не очень видно, вы скажите, левая, правая, там где цифры какие-то. Часть номер три, вот часть номер три, где еще такие как бы голубенькие есть каналчики, вот там все застроено дорогими виллами, то есть вот ты едешь, и у тебя вилла тут, вилла тут, и вот так они идут, все в виллах, однаковых. Для понимания просто масштаба, ну вот этот кусочек, который вы показали по карте, это сколько? Километр, два, три, пять? Километр я, наверное, не очень сейчас скажу, но вот от цифры пять, если ехать на машине до цифры три, то это минут десять, если прям, десять-пятнадцать, если прям тащиться. Так, это знаете, что вы тащите? Километра два-три, то есть пешком дойти тоже реально. Нет, пешком дойти тоже реально, это, кстати, единственное, первое место, где я в Маскате видела собак, там европейцы гуляют прям с немецкими овчарками, я видела немецкую овчарку в Маскате, была очень сильно удивлена. Вот, или, например, давайте покажу по концепции другого проекта, вот этого, да, здесь вот цифра девять, это внутри вот этого опоясывающего канала, он, кстати, с реальной морской водой, он, ну, прокоп он, получается, соединяющий, а вот здесь вот только элитные виллы внутри, а вот дальше с другой стороны идут апартаменты. Или вот, например, на горе, вот где цифра одиннадцать, это нижний правый угол слайда, там суперэлитные виллы, то есть они вот такими как бы небольшими концептами положены. Вопрос от Алексея, работают ли вам они мессенджеры, что вообще там с интернет-провайдерами и с интернетом? А мы пропустили вопрос про курс валют и как себя ведет. Про курс валют спросим чуть дальше, когда сейчас я вас спрошу, когда будет гаража к валютам. А, хорошо, Филипп, доверяю вам, хорошо. Работают ли вам они мессенджеры? Вообще все работает прекрасно, единственное, что у меня телеграмм работал почему-то не с местной симки, а только на Wi-Fi в отеле. Вот. Окей. Ну, и вот теперь, как вы и сказали, давайте несколько слов про валюту, про оплаты, про как, что, куда. Нам в Дирхамах, я вот, российские банки, насколько я знаю, другие счета открывают, а вот открывают ли в оманской валюте, и вообще как это происходит все? Мне кажется, в оманской валюте у нас пока банки не открывают, но, вы знаете, такое очень частое заблуждение, что если выставляется вам счет в оманских реалах, то вы его должны быть в оманских реалах. Ничего подобного. А банк-корреспондент прекрасно сконвертирует любую другую валюту, которую вы отправите. А там юань, доллары, евро. Вопрос, где найти теперь банк-корреспондента? Давайте об этом подробнее. Да, ну, получается, у каждого девелопера открыт счет в локальном банке, он может вам выставить счет в любой валюте, в которой вы его попросите. У нас там кто-то переводит с евро счета, мы выставляем в евро. А да, застройщик сам он получит в оманских реалах, просто оно по пути будет сконвертировано. Вот и все. Давайте, а как, если у тебя все деньги, допустим, в России? Ну, сейчас это... Без проблем, и в России уходят переводы. Мы... у нас большое количество сделок проходит в каждый момент времени по всем направлениям. Поэтому у нас последняя информация о всех работающих банках. У нас прямо есть отдельная рабочая группа, которая так и называется, финансы и переводы, где все наши сотрудники обмениваются последними данными на эту тему. Поэтому перевести можно, мы помогаем правильно все сделать, предоставить все документы, предоставить информацию, главное, откуда это можно сделать сейчас. Ну, то есть, условно говоря, не называя конкретный банк, он сейчас не один, да? Да, да, он сейчас не один, просто я, ну, я предполагаю, что люди потом будут смотреть этот вебинар, там, не прямо сейчас, не знаю, через несколько недель информация может измениться. Вот у нас она актуальна и есть на сейчас. Я сейчас скажу что-нибудь, а потом мне будут, знаете же, есть такое, что любят предъявить за слова. Хорошо, давайте тогда чуть более конкретно сам процесс. Вы сказали несколько минут назад, что очень многие удаленно решают все вопросы, ну, то есть, отчасти потому, что, в общем, если покупаешь там для сдачи в аренду, в общем, тебе самому там бывать и не надо, раз проект вроде и так себя условно зарекомендовал. В этом дело? Да, на самом деле в Омане все чаще клиенты, ну, прилетают в Оман, по крайней мере, в Маскат, чтобы посмотреть на проект, выбрать его и забронировать, потому что сейчас есть прямые рейсы из Москвы в Маскат, и это очень комфортно. У нас есть брокеры на месте, которые сопровождают клиентов, там все показывают. Но при этом чисто технически, особенно те клиенты, кто с нами давно, покупают удаленно, там, выбирая объект, ну, у нас есть все видео, мы можем сделать онлайн-касс и так далее, либо ориентируясь там больше, там, на инвестиционные показатели, либо там на цену и так далее. То есть есть возможность и такая, и такая. Физически в Оман нужно приехать для открытия счета, если вы хотите его открывать. А счет удаленно открывать не будут, они могут удаленно принять документы до открытия, но в банк все равно нужно появиться, там, показать документы, подписать анкету и так далее. Курс, давайте про курс валюты, про инфляцию. Вы сказали, что он как бы минимален, с чем это связано и сколько такое счастье, ну, так, с общеэкономических параметров может длиться? Да, 2,6 доллара, 1 оманский реал. И это стабильный курс, он привязан точно так же, как в Дубае Дзирхан, точно так же, как в Кувейте Динар и так далее. То есть все страны GCC, по-моему, кроме одной, только не помню какой, там курс искусственно привязан к доллару. И в этом плане оманский реал – это одна из самых сильных валют, потому что, ну, она существенно дороже доллара почти в 3 раза. И инфляция, она за последние 12 месяцев меньше 1%. Я не сильно гений в экономике, но могу предположить, что это связано с тем, что они не печатают особо сильно много денег, чтобы вкидывать их в экономику на данный момент. Вот, ну, все у них в порядке. На самом деле в странах GCC в целом не очень высокая инфляция по сравнению с той же самой Европой. Да, ну, если мы говорим о последнем ситуации, начиная с 2022 года, последние 2 года, там показатели, ну, если 3%, 3,5%, и вообще в этом смысле все, что к востоку от Турции чувствует себя неплохо. На Турцию бывает сейчас. Турция компенсирует. Турция своим процентом все компенсирует. Хорошо. Давайте теперь несколько слов о истории, связанной с открытием счета и с ВНЖ. Значит, счет можно открыть по приезде до покупки недвижимости. Нет, до нельзя, после. Но после, но не полная покупка может быть. Да, когда вы подписали контракт, там это SPA контракт, Sailing Purchase Agreement, и оплатили первый взнос. Обычно застройщик просто подписывает контракт после того, как вы только отплатили первый взнос. Вы его оплатили 10%, после этого застройщик готов подписать сам контракт уже, а не только форму бронирования. Вот, поэтому как-то утром деньги, вечером стулья. Тут все. Вечером деньги, утром стулья. Понятно. А на сколько утром, то есть сколько времени нужно на открытие счета? На открытие счета, ну, как бы заявляли, естественно, одно, а получилось другое. Сейчас в реальности это пара недель. Могу сразу сказать, что особенно те, кто привык к прекрасному сервису российских банков, нигде в мире такого сервиса нет, ну, в реальности, особенно там на уровне Premier и Private. Здесь у нас банки просто облизывают клиента с ног до головы. В Европе это чуть меньше, на Ближнем Востоке это еще сильно меньше. И там одна из основных особенностей местного менталитета. Это, естественно, как знаете, в этом мультике, который вот медленный был, в общем, в Зверополис или как-то, ну, вот кто смотрит, поймет. В общем, очень медленно у них все, поэтому надо быть к этому готовым. Но, тем не менее, когда вот с ними лично общаешься, они суперприятные люди и там заказывают тебе такси до аэропорта и так далее. То есть те клиенты, кто с ними лично встречался, оставался потом в очень приятном расположении духа. Но до этого там медленно. Открытие счета. Оно в реалах, долларах, евро или там оно мультивалютное, ты можешь открыть себе? Вот то, что мы с вами вначале обсуждали, без ВНЖ только реал. Только реал, но он привязан к доллару, поэтому очень удобно, как бы, когда вы расплачиваете, там, не знаю, в соседнем Дубае, у вас ничего там по курсу не уедет никуда, потому что, что доллар привязан к командскому реалу, что Дерхам, точно так же там в Штатах, у вас все четко будет списываться по привязанному курсу. А с евро, да, сложнее. А мультивалютный счет можно открыть только, когда получаете ВНЖ. Давайте я слайды сейчас покажу, которые связаны. Мы просто плавно перешли, я думаю, уже как раз к открытию ВНЖ, да, вот давайте тогда про него. Что, как и удаленно, неудаленно, как это все происходит, и что это вообще за ВНЖ? Это просто разрешение на пребывание в стране или это дает еще что-то? Да, это дает возможность, во-первых, подаваться из Омана на различные визы, шенгенскую, китайскую и так далее. Если кто-то сейчас ездит в Китай, мы вот ездили на выставку летом, и с визами было очень сложно. В итоге уехала там я и еще одна моя коллега из там четырех или пяти человек, которые должны были поехать. А там мои коллеги, ну, в принципе, по индустрии, которые находятся в Омане, говорили, что визу получили там за два дня, очень легко получать визы. Это первый момент и преимущество вообще любого ВНЖ, что можно из этой стороны податься. Плюс это возможность открыть мультивалютный счет, ну, и, конечно, возможность для тех, кто, может быть, рассматривает как раз такой, ну, не дачный, конечно, тип отдыха, а вот возможность самим какое-то время проводить в Омане отдыхать, а то вот ВНЖ тоже им подойдет. По срокам. После того, как ваш объект ввелся в эксплуатацию, как правило, вам ВНЖ помогает оформлять застройщик, и здесь тоже от двух до шести месяцев. Зависит от того, насколько там расторопные люди, рамадан, не рамадан, насколько долго идет проверка ваших документов, потому что они еще делают запросы в родную страну, но, в общем, это все не так быстро, как в итоге говорилось. Это вот сейчас реальные цифры, я вам говорю, на клиентов, которые прошли через этот процесс. Здесь вот он два года, и как бы застройщик за вас его продлевает, пока вы владеете в действительности. Всю семью можно включить без проблем каких-либо. Семью вниз имеется в виду, то есть дети, несовершеннолетние дети, условно. И родители. И родители можно. А, и родители можно. Да, и родители можно включить. Вот. И вот открытие счета в банке. Здесь на слайде вы видите документы, которые необходимы. И сроки, там, 14-21 день. Еще раз, вот в какой момент ты должен находиться в банке? Когда ты подаешь заявление или когда ты получаешь там вот счеты карточку? Когда подаешь заявление, а потом тебе карточку могут отправить почтой. Либо ты можешь ее прилететь, забрать. Смотря где вы находитесь. Если в Дубае соседнем, то как бы вообще без проблем мы можем, например, попросить их, как мы делали для другого клиента, прислать в наш дубайский офис. И потом вы его заберете. Либо, например, мы из дубайского офиса. У нас постоянно кто-то летает в Москву. Можно вообще передать в Москву. Ну, в общем, есть варианты, как решить этот вопрос. Окей. Еще раз уточнить. Значит, по срокам оформления более-менее понятно. Про то, кто имеет право получить ВНЖ. Любая сумма. То есть, условно говоря, ну, минимальный вариант это 150, причем объект может быть не достроен. Да. Да. Так, сейчас про счет. Да. Можно подать, когда объект не достроен. На ВНЖ только когда объект построен и все оплачено. А, понятно. Окей. То есть, условно говоря, если вам нужно, ну, как бы, если ВНЖ одна из целей, то лучше брать уже то, что, ну, или на высокой стадии готовности, или уже готово. Да. Да, но, опять же, важно то, что вы сказали, что только вы должны быть первым владельцем, условно говоря. Нет. Нет. Это в Турции нужно быть первым владельцем для гражданства, а в, да, в Омане нет никаких ограничений. Вторичка тоже. Да. Да, вторичка, ну, как бы, все, что в ITC, оно все подходит и на любую сумму. То есть, там вот 140 тысяч, за 140 тысяч покупаете, это тоже подходит для ВНЖ. За миллион покупаете, тоже подходит для ВНЖ. Нет никаких ограничений. Никита, спрашиваю, что вы говорили, что документы на открытие счета можно подать заранее удаленно. Да, совершенно верно. Можно подать заранее, но я говорила и до этого, можно пересмотреть записи, что все равно нужно будет приехать лично на анкету. Просто меньше времени вы в банке проведете. Но день в день вам все равно карточку, ну, не выпустят. Они говорят, что это занимает до 7 дней. Поэтому, например, если вы приехали в Оман и еще у вас туристическая программа, то вы можете в первый день пойти в банк, как бы, с подготовленными документами просто отметиться, что это вы, подписать анкету лично, показать паспорт и дальше поехать в туристическую программу. И уже на вылете из Омана забрать карточку. Вот таким образом, в принципе, можно уложиться в одну поездку, чтобы потом с курьерами на перекладных карточки не получать. Окей. Екатерина, ну и давайте тогда, может быть, уже в завершении нашего рассказа об Омане несколько слов все-таки о месте Омана, о преимуществах Омана относительно, например, других государств Ближнего Востока и о ваших взглядах на Оман. Я просто вижу, все-таки не первый день друг друга знаем, что вам Оман откровенно нравится. Да, но при этом есть Дубай, есть Бахрейн. Сейчас Саудовская Аравия в меньшей степени, они пока еще все-таки закрыты более, но тоже, кажется, начинают немножечко открываться. Вот ваш взгляд на преимущество и на то, как будет дальше, и потом еще ответим на вопросы. Вы знаете, самое большое преимущество и одновременно большой, самый большой риск, если его можно так назвать в Омане, это сфера туризма и темп ее развития, потому что в Омане есть абсолютно все задатки для того, чтобы туризм процветал. И на самом деле то темп, с которым это будет делаться, будет зависеть, во-первых, от усилий собственно правительства и департамента туризма, от его способности нанимать правильных маркетологов для пиара туризма в Омане. Но мы видим по статистике, что статистика дает качественное улучшение, 67% это трафик аэропорта в этом году в полугодии по сравнению с прошлым полугодием. Это очень существенный темп прироста. И второе, это как будут туроператоры за рубежом реагировать, насколько им будет интересно качать Оман как тоже туристическое направление, потому что от туроператоров это тоже зависит. И все предпосылки в Омане для этого есть. И поэтому, на мой взгляд, это вопрос времени. И именно поэтому мне кажется, что Оман это качественная, долгосрочная инвестиция в недвижимость. И в целом инвестиция в недвижимость, мне кажется, что как актив, она все-таки больше долгосрочная. Можно играть в различные краткосрочные стратегии, спекуляцию и так далее. Но это все всегда риски. Если ты заходишь как инвестор с упором на пассивный доход и на долгосрочный прирост, то Оман хорошо имеет в своем портфеле. Вот я, наверное, так скажу. Окей. Еще все-таки уточняющий вопрос про получение карты. Личное присутствие нужно в тот момент, когда ты что? Когда ты подписываешь анкету, а карту тебе потом могут прислать почтой. То есть для карты личного присутствия уже не нужно. То есть это, как бы, условно говоря, середина процесса. То есть подготовить это можно заранее, потом ты вот во время подачи ты там должен быть, а потом опять можешь не быть, и тогда тебе все пришлют. Да. Ну и тогда вот название обманских застройщиков вряд ли что-то скажет подавляющему большинству. Ну да, вы знаете, я не могу сказать, что качественным это с точки зрения качества строительства. Вот из того, где я... Надежность, то есть как бы что может смущать? Я, во-первых, по надежности все застройщики очень крупные там, нужно иметь реально очень большие финансовые ресурсы для того, чтобы застраивать такие концепции большие, да. И, как я сказала ранее, большая часть застройщиков, они партнерятся с местной государственной фирмой, в которой есть, как правило, участие еще и правительственной семьи. То есть в этом плане надежность именно сохранных средств, она достаточно высокая. Но с точки зрения качества я не могу сказать, что вот этот точно строит лучше, этот точно строит хуже. Как правило, там просто качество, ну, соответствует ценнику. Если это премиальный мандарин, то там и качество премиальное. Если вы покупаете односпальный апартамент там за 150 тысяч долларов, то там будет, ну, уровень, наверное, ну, нашего там бизнеса, наверное, так. Не премиум это будет. Вот. Про криптовалюты что-нибудь скажете? Официально застройщики в Омане не принимают криптовалюты, хотя есть способы оплаты с помощью криптовалют, и мы можем помочь обеспечить логистику средств в порядке индивидуальной консультации. Окей. Ну и уточнение про качество строительства и отделки. Ну, вы, собственно, сказали, да? Да, да, да. Ну, как бы у нас есть, естественно, там и личное мнение, и видео шоурумов, если есть они у застройщика, либо если это готовая недвижимость, то видео готовой недвижимости, поэтому вы можете, во-первых, и наши рекомендации послушать и сделать собственные выводы на основе этих видео, либо личного визита. Окей. Ну что ж, дорогие друзья, Екатерина Орлова, директор департамента международных инвестиций Интермак Real Estate. У нас сегодня одна страна, и, в общем, такой обстоятельный рассказ, но в час мы с вами уложились. Я хочу еще просто сказать, что в ближайшее время, вы знаете, мы с Екатериной еще пересечемся уже очно, если кто-то будет в Москве через выходные, там, в пятницу, в субботу, 6-7 число, у нас будут такие круглые столы в рамках выставки Empires, но мы уже отдельно об этом тоже всех оповестим. Можно будет видео, безусловно, это посмотреть, послушать еще раз, мы его выложим в ближайшее время, статья появится тоже ближе к концу недели. Но, Екатерина, тогда ваше, наверное, заключительное слово, и будем уже тогда прощаться. Да, я, во-первых, благодарю всех, кто подключился в прямом эфире и всех, кто будет потом смотреть записи, и мое классическое, наверное, всем инвесторам напоминание — быть более критичным к любой инвестиции, тщательно проверять все объекты и цифры по этим объектам и получать качественную экспертизу, на основе нее делать выводы. Недвижимость, на мой взгляд, это долгосрочная, в первую очередь, инвестиция, и ОМАН на карте мира — это точно точка, где есть все качественные предпосылки на уровне природы, на уровне государственной политики и на уровне последних статистик и темпов, как меняется ОМАН, для того, чтобы стать той страной и представить вам те проекты, которые, как минимум, заслуживают внимания на то, чтобы один-два добавить в ваш портфель. Всем хорошего дня, благодарю и всего доброго. До скорых встреч. Друзья, спасибо большое. Всем до встречи. Презентации. За презентацией, пожалуйста, обращайтесь с Екатериной. Вот контакты ее есть. Я думаю, она не откажет. Ну и мое традиционное пожелание в эти такие разные, скажем так, не буду уж совсем пессимистичны, времена. Всем мир и безопасность. Это сейчас очень-очень важно. Спасибо вам огромное. До встречи. Екатерина, спасибо. Спасибо. Да, спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания.